ну туда загоняй заходи выходи выходи и голубу тут голуба чё сейчас сдутая но оставляю дома сейчас я прикрою зачем выпускать коров а потом ездить искать я не понимаю голубой иди домой на место иди чего ты такая клуб круглый тыквы еще лежит кто бы брал ничего больше не буду сажать потому что некогда всем этим заниматься голубой то почему то я так раздула иди давай домой где вы выломали то дуры куда пошла да от ветра убежать не знаю какая красота только меня не ешь тихо тихо лет на меня сильно-то не накидывай еще делаешь сейчас я не буду рассказывать про то что хотела расскажу про то что про то какие вопросы у вас чаще всего возникают а чаще всего возникает вопрос зачем мы выгоняем коров если мы их каждый день ищем вообще если бы вы знали как пасут в хакасии или в горном алтае в республике алтай вы были бы удивлены гораздо больше чем сейчас у нас там коров выгоняют там правда не дойный скот там дойного скота не так и много там скот в основном мясной то есть коров с теленком выгоняют весной на улицу к зиме загоняют как они находят мы спрашивали когда были в этом году в горном алтае мы спрашивали у водителя машины который нас везла спрашивали как вы их узнаете как они вас узнают ведь они вас не видят я не помню что он на это ответил он говорит что они периодически ездят их смотрят где они пасутся ну там я не знаю может быть они там как помеченные чтобы знать где чьи коровы потому что там действительно коровы они они болтаются везде то есть везде вот ты где едешь они лежат на дороге они спят их объезжаешь они если встанут ну веток тихо тихо они встанут на дороге они даже не подним не подвинутся чтобы ты проехал они тебя не пропустят то есть они хозяева жизни как в индии священной коровы также там а у нас это считай вообще мы мы же их двоим у них есть дом но они тоже дикие в принципе дикие они потому что в 90-х очень много воровали коров и поэтому было запрещено практически коров гладить ласкать вот то есть вот если вот единственный по моему корова в нашем стадии который можно подойти ее по тихо 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 погладить полоскать остальные себе этого не позволит не подойти она тоже если будет стадии тихо не тоже не подойдешь но если на фермах ведется очень сильной селекции отбор и там выбирают машины для дачи молока там она ни ногой не легнет не уйдет никуда там характер такой там выводят десятилетиями выводят геном чтобы корова была послушна и давала много молока чтобы с ней не было проблем то здесь этим никто не занимается здесь коровы кроются в стаде кроются быками а бывает по 10 быков за одной коровы весь день бегают кто уж там ее покрыл никто не знает вот и поэтому коровы они здесь принципе как можно сказать дикие и когда пастух бросает стадо коров нельзя посадить дома они выломают заборы потому что к ним обязательно придется стадо это было я уже показывала много раз когда я сейчас просто не найду где у меня эти видео шли отсюда ну-ка ушли отсюда давай 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 пошли вон пошли ушли ушел ушел вон пошли ушли пığшli пыш пыш вон ушли ок пыш 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 вот вот пыш 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 пш Шшшшшш Ну-ка Ушли! Ушли! Чё-то две прилипли и стоят Ну-ка Вам какого хрена здесь надо? Давайте, давайте, давайте Целый день здесь стоят Целый день Идём отсюда Идём Ушли Ушёл, Яша, не хрен на меня смотреть Ушёл Ушёл Зазлили бы меня сегодня Давай, Мишаня Всё, вон пошли все Ходите, жрите Часа 5 подойдут, в смысле было отгонять, бедать Ох, две коровы Ох Когда приходит всё стадо и полдня орёт дурниной Ходит вокруг забора и дурниной орёт И пытается выломать забор И в результате у них это получается Также я показывала видео, как мы загнали своих коров в электропастух Пришло стадо и электропастух просто-напросто порвали и ушли Ты, наверное, чавкаешь и мешаешь нам слушать, да, Вер? Вот такие вот дела То есть, ещё раз Наших коров невозможно удержать дома Они не будут сидеть дома Они хотят гулять И они уйдут На привязь их ставить Это вообще не вариант сейчас Потому что они будут орать дурниной И никто не ставит их на привязь Они вообще у нас На вольном содержании Они на привязь у нас только зимой И то не все И то не всегда Они вот и... Ну, вот как-то вот такой вот рассказ Про коров Это Вета у нас сегодня дома Она уже понимает, что ей нечего И то она выломала Вот этот забор упал Ветер сильный Сдуло забор Вот она вышла в огород Вот стоит она себе спокойно ест А если бы она не в огород вышла Она бы так кругами бы бегала Пойду голубую поищу Я вроде уже все рассказала Нам надо... На улице вообще задница какая-то опять Теперь уже точно Все, зима Вот она трава-то зеленая Вон ее сколько травы Травы у нас много сейчас Ну, все, наверное, сегодня это, наверное, точно последний день Потому что там уже холода Сейчас их найдем, пригоним И домой все поставим Ну, еще ко всему прочему Мало того, что их не удержишь Так еще они сейчас вот Гуляют сами по себе Они Вдуют молоко Вот завтра вот уже Морозы Дома их посадим И они сразу же в половину срежут удой А так как мы живем только исключительно с молока У нас единственный заработок Это Корова То это очень сильно ударит по нашему кошельку Поэтому Здесь и посадят И гуляют коровы все До самой зимы Вон они, зараза Мимо дома И дальше туда почесали Но дома совершенно не собираются Им хочется гулять еще Еще светло